Всем привет! Такой естественный и вполне простой процесс, как хождение на горшок и приучение к нему вызывает много противоречий среди мам. Что же делать? Как провести это дело наиболее безболезно, как для малыша, так и для родителей? Я Анастасия, вы на канале BabyGo и сегодня мы с вами рассмотрим основные вопросы, которые касаются данной темы. Начинать приучение к горшку надо в подходящем возрасте. Многие мамочки начинают приучать своих малышей хождение на горшок слишком рано, забывая о том, что умение садиться на горшок и обладевание функциями уделения требуют зрелости. Большинство современных исследований гласят, что успех приучения к горшку зависит от сочетания трех факторов. Это физиологическая зрелость, психологическая зрелость и социальная зрелость. Поэтому в данном вопросе учитываем, чтобы ребенок был подходящего возраста и чтобы у него уже было сочетание трех факторов, описанное выше. Не стоит целыми сутками использовать одноразовые подгузники. Важно, что с рождения малыш заперт одноразовыми подгузниками. Он находится в них и днем, и ночью. И в какой-то момент родители понимают, пора бы от них избавляться и уже начинать ходить на горшок. Но когда они снимают подгузник, чудо не происходит. Для того, чтобы осознать, что малыш уже не ходит в одноразовых подгузниках, ему понадобится на это 3-5 месяцев примерно. И если мы целыми сутками используем одноразовые подгузники, не происходит должной стимуляции половых органов. Ребенок не учитывается задерживать большие порции мочи, часто писывается и помало. Поэтому учитываем данный момент и стараемся оставлять малыша голышом или в простых трусиках. Приучая ребенка горшком, мы часто забываем, чья это зона ответственности ваша или вашего ребенка. Если вы думаете, что ваша, то постоянное бегание за ребенком с попытками объяснить ему правила пользования горшком вам обеспечены. Слишком сильно заинтересованность родителей в вопросе приучения горшку заключается в том, что они ежечасно усаживают ребенка на горшок, не дают ему усадь, пока он не закончит свои делишки. Они часто говорят, что ты плохой, ты не ходишь на горшок, ты уже давай взрослый такой, уже давай писай в горшок. Но любое давление вызывает обратную реакцию, сопротивление. Возможно, родители где-то слишком сильно надавили на малыша, и нужно ослабить поводи, на некоторое время отпустить ситуацию. Нельзя без конца заставлять ребенка ходить на горшок. Вы должны понять, что сходить на горшок это проще и удобнее, чем менять мокрые штанишки. К тому же, ваше давление и принуждение губят на корню саму идею приучения. Малыш должен сам осознать, что удовлетворить таким образом его потребности это проще и удобнее. И к тому же, ответственность с вашей стороны оттягивает тот момент, когда ребенок сам начнет ходить на горшочек. Поэтому давайте сменим фокус нашего внимания и попробуем дать ребенку самостоятельность в этом вопросе. Ни при каких обстоятельствах не ругайте ребенка за сделанные лужи и разложенные кучки. Это дело не поможет. Особенно часто этой ошибкой грешат бабушки. Ведь в советское время при стыжении было одним из сильных рычагов педагогического воздействия. И вот ребенок, который любит себя всего, даже свои произведения друг, сталкивается с неприятием. Его ругают, наказывают, могут даже поставить в угол. Чем же это чревато? В самом легком случае время дружбы ребенка с горшком отодвинется на более поздний срок. В худшем случае это чревато нейрозами, фобиями и все это может даже закончиться походом к психологу. В каждом возрастном периоде создавать ребенку условия для знакомства со своим телом наиболее понятным и подходящим для этого образом. Веро практически повсеместного использования наразовых подгузников, когда половые органы ребенка запираются в подгузник и он не может познакомиться со своим телом и его возможностями, малыш вынужден пропускать нормальные стадии своего взросления. Делик приучения к горшку, горшок является одним из завершающих этапов изучения своего тела и обучения контролировать свои функции. Поверьте, это непростая задача. Точно так же, как маленький ребенок вначале учится переворачиваться, вставать на четвереньки, садиться, ползать, вставать и потом ходить, развитие половой функции идет по своим законам. Если какая-то стадия была пропущена, малыш обязательно к ней вернется только в более позднем возрасте. Развитие мозга идет по задней траектории. Если где-то произошел сбой, этот пробел обязательно нужно закрыть. В связи с этим нужно понимать, что только пройдя все стадии развития владения мочеполовой системы, ребенок сам будет постоянно ходить на горшок и избегать промахов. Каждый ребенок индивидуален. Все дети разные осваивают горшочные дела в своей последовательности. Для кого-то проще изначально учиться ходить на горшок по маленькому, а затем по большому. Иногда бывает наоборот. Подкрепляем положительное поведение, игнорируем отрицательное. Любое обучение идет проще, когда мы подкрепляем положительное поведение, игнорируем отрицательное. Очень легко создать у ребенка невроз, фобию, страх, горшка. Ситуацию будут исправить в разы труднее. Не называйте малыша в зависимости от его успехов хорошим и неплохим. Ведь хождение на горшок – нештанный, но для него навык. Он обучается ему постепенно. Если малыш говорит нет, не настаивайте. Если, судя по реакции, ребенку все равно ли мысль пришлась ему по душе, помогите ему с горшком, подождите, пока он закончит свои дела. Не стоит удерживать ребенка на горшке силы, даже если вы видите, что он вот-вот облегчится. Малыши крайне склонны отвергать навязанные им действия. Чем яснее вы дадите понять, что хотите видеть его на горшке, тем меньше вероятность того, что он захочет этого сам. А поскольку успехов при учении к туалету можно добиться только при его добровольном участии, сражения по этому поводу заранее обречены на провал. В заключении хочу сказать, что ваши детки рано или поздно придут к осознанию важности горшка, поэтому не стоит на них давить. В следующей части мы рассмотрим некоторые технические моменты, которые помогут вашему ребенку самостоятельно с некоторыми подсказками найти верный путь к горшку. А с вами на канале BabyGo была Анастасия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете множество развивающих игр для вашего ребенка, а также полезные советы для мамочек. Оставляйте свои комментарии и ставьте пальчики вверх. Делитесь данным видео со своими друзьями, у которых тоже есть маленькие дети, которых беспокоит тема приучения к горшку. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok